А с чего сватов взял, что без работы человек деградирует? Я вот живу уже 8 лет на нетрудовые доходы, никакого криминала. Смотрю лекции, читаю книги, играю в видеоигры, хожу в спортзалы. В отличие от ватчика, у меня нет лишнего веса. В чем вообще заключается деградация? Наоборот, свободное время никак не может мешать саморазвитию. Нет, ради бога, если вы выдающийся человек, который занимается саморазвитием, то флаг вам в руки. Но проблема в том, что большинство людей время все-таки свободное на саморазвитие не тратит. Здесь фишка заключается в том, что это, опять же, не вопрос определения. Это вопрос конкретного исследования. Ну, вот если я найду, где я положил свой ноутбук, а где я положил свой ноутбук? Я не знаю. А я тоже не знаю. А почему мы потеряли мой ноутбук? Он маленький. А, он не маленький, он размером с твой живот, мы уже выяснили. Ну, ты все-таки не обижай ноутбук. Таких ноутбуков не бывает. Вот, на самом деле, да, есть вполне себе конкретные реальные исследования, которые показывают, что отсутствие работы приводит к целому ряду деградаций, в том числе и наркомании, в том числе и к уровню преступности, в том числе, ну, в общем, там много есть таких показателей, в большей степени даже, чем, например, проживание в одном районе с людьми, которые часто совершают преступления. А сейчас я, нет, ну, сейчас я реально найду тогда. Может, тогда что-нибудь другую ответишь, а я сейчас прямо вот найду эту историю. Вот админ ищет историю, я отвечу пока на вопросы, которые есть в Ютубе. Добрый вечер, Михаилов Ато. Что думаете о проекте конституции Романа Юнимана? Не считаете ли вы, что в российском политическом дискурсе мало конкретики? Я считаю, что действительно в российском дискурсе мало конкретики. Я не уверен, что проект Юнимана ее привносит в полной мере, потому что какой толк обсуждать об изменениях конституции, если ты абсолютно бессилен эти изменения каким-либо образом провести. Все-таки... Ну вот, в Ато не согласен, может быть, он это тоже прокомментирует, но мой тейк заключается в том, что сначала нужно себя поставить в положение, где ты можешь влиять на то, как будет выглядеть конституция, и потом уже задумываться о том, как именно она будет выглядеть. Было бы очень странно, если бы отцы-основатели начали писать конституцию до того, как они победили в американской революции в войне за независимость. И более того, я более чем убежден, если бы они это начали делать до этого, то победы бы они никогда не одержали. Я не согласен, потому что они начали делать федералист задолго до того, как они победили в гражданской революции. Но это была дискуссия, но это не был проект конституции. Здесь идея заключается в том, что, ну, скорее, проект конституции – это не то, что реально, наверное, Юниман хотел бы видеть в качестве конституции. Это скорее предложение поговорить… Проект конституции, как это называется. Ну, хорошо, окей. Ну, смотри. Это предложение поговорить о том, как должен выглядеть мир, к которому мы стремимся, который мы хотим построить. Что мы хотим построить, чего мы хотим добиться. Да, и скорее проект Юнимана, он в этом отношении интересен. Чтобы понять, зачем нам вообще чем-то заниматься, мы должны сначала хотя бы иметь представление, о чего мы хотим сделать дальше. Извините, пожалуйста. Чего мы хотим сделать дальше. Да, к чему мы стремимся, значит, что мы хотим создать в будущем. И в этом отношении… Ну, с одной стороны, конечно, можно сказать, что, значит, не нужно делить шкуру неубитого медведя, но с другой стороны, да, несуясь в воду, не зная броду. Да, то есть имея представление о том, чего мы хотим добиться, хотя бы в общих чертах. Ну, Юниман все-таки не юрист, и вряд ли можно предположить, что он, значит, имеет настолько, ну, настолько, значит, самолюбив, что думает, что сможет написать там проект Конституции, да. Понятное дело, что это предложение к разговору. А давайте подумаем, а что там должно быть? Нет, с этим я согласен. Разговор – это очень здорово. Я бы просто формулировал его в других терминах немножко. Это хороший… Давайте напишем в Конституции. Это просто привлекает внимание? Ну, как мне представляется? Я согласен в той части, что мне кажется более разумным защищать идею принятия реальной Конституции, чем делать вид, что то, что в России существует сегодня, Конституция является. Но меня за это очень сильно критикуют мои зрители, и, видимо, в АТО. Поэтому я не буду сейчас это развивать. Мы лучше об этом поговорим как-нибудь отдельно, потому что время уже очень позднее, нам нужно засворачиваться. Михаил, в какой части конференции будут сами дебаты? Если можно, точное время было бы здорово. «Ласточка» в Новгород из СПБ уходит примерно в 18.00. Вы не успеете, к сожалению. Сорян. Михаил, может, наставите... А, все, вопросы закончились. Мне нужно чертовски найти эту статью. Слушай, мы... Ну, окей, окей, окей. Значит, смотрите, значит, в последний раз я по этому поводу... По этому поводу... Я очень извиняюсь, давай ты продолжишь, я пойду на секунду, а то я давно уже... А, да-да-да, конечно, конечно. Развлекаю аудиторию. Да-да-да, смотрите. Да-да-да. Значит, я на самом деле про это в последний раз читал как раз-таки в той самой книжке «Технологи трэп», про которую я вам рассказывал. Да, вообще про это много пишут, это довольно популярная тема для исследований. Сейчас я пытаюсь все-таки найти конкретную ссылку. Значит, в принципе, да, это девятая глава вот этой книжки «Технологи трэп» Карла Бенедикта. В данном случае имеется в виду ловушка, а не то, о чем вы подумали. Вот, и я пытаюсь найти эту ссылку, я пытаюсь найти эту ссылку, и я не могу найти эту ссылку, потому что здесь очень много ссылок. И мне придется читать всю главу, чтобы про это узнать. Но она точно была здесь. Она точно была здесь. Это исследование точно было здесь. Так что, если вам это интересно, можете прочитать. Это у нас, получается, девятая глава, да? Нет, девятая или десятая, не могу понять. Значит, это у нас получается все-таки девятая и десятая глава одновременно. Все-таки десятая глава, я посмотрел. Значит, книжки для Technology Chap Карла Бенедикта. Можете скачать на Липгене. Ну, может быть, я... Ну, если бы я нашел вам конкретного автора и конкретную ссылку, вряд ли бы это для вас что-то сильно поменяло. Да, действительно, получается, что потери работы для отдельного человека, понятное дело, это может быть что угодно. Люди индивидуальные, люди обладают уникальными характеристиками, но в целом для социума, да, и это просто оценивается, опять же, значит, с помощью той же самой эконометрики, в целом для какого-то комьюнити массовая потеря работы приводит к его деградации даже при прочих равных. То есть, опять же, очень сложно об этом говорить на таком банальном языке. Речь идет о том, что даже при прочих равных для человека в среднем потеря работы оказывает больше негативное влияние на его уровень социализации, если хотите, чем проживание, например, в гетто, да, вместе, ну, в очень криминальном районе. Опять же, кто, кому интересно, вот, ну, 9-е и 10-е тогда главы, книжка для Technology Chap Карла Менедикта. Ну, к сожалению, я сейчас не могу, как бы, на стриме читать, тем более, время и мало осталось, искать для вас ссылочку. У�енедиктен У�енедиктен Субтитры сделал DimaTorzok